Здравствуйте, дорогие наши друзья! Встречайте наш новый стрим, приуроченный Году народного искусства и нематериального культурного наследия. В 2022 году исполняется 149 лет величайшему артисту Мирового оперного театра Фёдору Ивановичу Шаляпину. В этом выпуске мы побываем в городе-курорте Кисловодске, где недалеко от вокзала, среди вековых ели и сосен, расположен оригинальный особняк стиля модерн постройки 1903 года. Дом, который в городе-курорте все знают, как дачу Шаляпина. Величайший артист Мирового оперного театра Фёдор Иванович Шаляпин этот дорогой особняк снимал для своей семьи. Старожилы Кисловодска помнят летние вечера 1917 года, когда из раскрытых окон гостиной лился красивый мощный голос певца. Сегодня в особняке размещается литературно-музыкальный музей дачи Шаляпина, который является своеобразным культурным центром. Здесь проводятся ежегодные шаляпинские сезоны с участием знаменитых басов, детские музыкальные фестивали, литературно-музыкальные программы, кинодни, встречи и экскурсии. Сегодня для наших читателей экскурсию проведет главный хранитель музейных предметов Ярыныч Владимир Владимирович. Добрый день! Мы рады вас приветствовать в нашем литературно-музыкальном музее дачи Шаляпина. Меня зовут Владимир и я проведу экскурсию по залу нашего музея. Но если вдаваться в историю этого особняка, то дачи Шаляпину вообще-то не принадлежало. Дома построена в 1903 году пятигорским купцом-ушаком, специально в подарок жене Пелагея на день рождения. Но Пелагея не особо оценила этот подарок и не стала здесь жить и решила его использовать как доходный дом. Известно, что в этой гостинице останавливалась еще молодой никому неизвестный композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. У кого-то здесь была Сергей Васильевич Рахманинов, а летом 1917 года домик решился найти Федорович Шаляпин. Он прибыл вместе с твоей второй супругой и двумя дочерьми Мариной и Маркой. Сам артист прожил здесь совсем недолго, с конца июля по конец сентября. Потом срочные дела вырубили хоть в Петроград, но начались длительные и довольно тяжелые гастроли. Сведомыхал его супруга, а вот его дети здесь остались еще на восемь месяцев вместе с няньками и гурнанками. Так что можно сказать, что семья Шаляпинах прожила здесь почти год. Ну, после Октябрьской революции 1917 года, вот у века довольно странная и интересная судьба, он был национализирован. Здесь открыли коммунальные квартиры, здесь были столярные мастерские, здесь была увощебаза и столовая санатория имени Семашка. В итоге дом пришел в такой страшный упадок, что было принято негласное решение о руководстве санатория, в котором он принадлежал о его сносе и строительстве нового современного корпуса санатория. Но так получилось, что в памяти горожан он остался как дом дачи Шаляпина. Почему? Потому что с веранды этого особняка, в который мы сейчас с вами пройдем, Петр Романович давал бесплатные концерты для всех желающих. Ну и сейчас мы с вами находимся в музыкальном салоне, который наиболее полно сохранился с тех времен, как здесь был сам Федор Иванович. Тут можно обратить внимание на прекрасную репнину на водолке, где можно заметить забавных ангелочков, которые изображают музыкальный хмус. Ну, кроме, конечно же, ангелочков, там есть переключение цветов, подобие театральных зеркал, птицы, сирены или, может быть, это павлины. Вся репнина соответствует той, которая бывает в концертных залах и консерваториях, что совершенно не случайно. Ведь зал сразу проектировался для маленьких дружеских встреч и камерных вечеров. В память об этом в нашем музее также проходят музыкальные вечера. Каждую среду и пятницу мы вас ждем приходить. Паркет в этом зале также помнит Шаги Шалепина, этого паркета свыше 117 лет. И оказалось, что именно здесь, в этом зале, его натирали воском, дерево дышало, так оно и строилось. Ну, конечно же, особое внимание привлекает здесь уникальная изразцовая печь, которая является самостоятельным памятником архитектуры, но была обнаружена совершенно случайно при реставрации. Для любопытных можно, конечно, даже ее и потрогать. Это не возбраняется. В зале есть еще одна плита, но с обычной теракоповой плиткой. Цветные витражи на окнах сохранились в тех же временах. Ну, и бронзовые ручки на окнах и дверях также полных ручей шагов. Ну, а теперь я вас приглашаю на ту самую веранду, с которой началась история этого дома. И вот мы с вами находимся на той самой знаменитой веранде, благодаря которой этот дом и получил название Дача Шаляпина. В тот год, когда я здесь отдыхал, сам Федор Иванович веранда была открытой и не застекленной, и служила парадным входом в это помещение. Ну, а сам артист в 17-м году впервые приехал в город Кисловодск просто отдыхать. Очень часто посещал наш маленький курортный городок, известно как минимум и пяти официальных посещениях. Но не официальных, он сам признавался, было свыше двадцати. Но в 17-м году он решил махнуть на всю рукой, поехать на Кавказ, подышать свежим воздухом, познакомиться с интересными людьми и не давать никаких концертов. Но кисловодская публика, узнав, что приехала такая всемирно известная личность, все же уговорила его на один-единственный концерт, который состоялся 27-го августа в здании нашего куртзала. Но сейчас он называется современная филармония, и, в общем-то, видно из-за этих окон большое каменное здание с круглой домами и блестящей крышей буквально 300 метров отсюда по прямой. Билеты на этот концерт тогда разлетелись как горячие пирожки, чем за три часа. Весь сбор составил почти 15 тысяч рублей, гигантские по тем временам деньги, но почти весь свой гонорар Фёдор Иванович пожертвовал на создание санатория в городе Кисловодске для лиц пострадавших в Первой мировой войне. Отдыхая после этого концерта в этом особняке, вдруг Фёдор Иванович услышал какой-то шум возле окон. Он вышел на эту веранду, подошел к этим парадным ступенечкам и вдруг увидел, что вся припарциальная площадь заполнила людьми, все ему аплодируют, кричат «Бравый, великий Шаляпин!». Он надобнулся, он не мог подвести публику и запел. Причем, говорят, пел вдохновенно, до пяти часов утра без перерыва. Спел он свыше тридцати произведений, по осконаниям современников сходила полная луна, в густких раздавался аромат рост, пряных трав, восхищенная публика в память об этом концерте и стала называть этот дом «Дача, с которой поет Шаляпин». Ну или просто «Дача Шаляпина», а именно плешних владельцев стали потихонечку забываться. На вереночке у нас совсем немножко экспонатов. Здесь обычно проходят какие-нибудь временные выставки, посвященные тем или иным событиям. Можно увидеть рояль «Люнбах», которому свыше двухсот лет. На рояле стоит портрет Андрея Дмитриевича Дементьева. Он был куратором нашего музея. Уже, к сожалению, так три года его с нами нет. Костюм был на базилию из сопрочников Большого театра. Возможно, в таком примерно костюме выступал и сам Федор Иванович. Ну а самый ценный здесь экспонат – настенные росписи в таком шутливом детском стиле, которые подражают древнегреческим сюжетам. Там можно узнать такие сюжеты, как «Похищение Европы», «Вакханалия» и «Диана Охотница». Ну а сейчас мы с вами находимся в бывшей столовой этого особняка. И здесь можно увидеть тоже оригинальную лепнину. На потолке здесь можно увидеть дичь, раки, рыба, фрукты. Поэтому, судя по этой лепнине, здесь, скорее всего, была столовая. Ну а раз это столовая, есть перед вами старинный буфет начала 20 века. У него посуда тоже до 20 века. А если кто увлекается историей фарфора, то кузнецовский фарфор. Конечно же, самая интересная тут часть – это вот такой уникальный резной дубовый шкаф ручной работы, привезенный из Германии. Считался символом богатства и благополучия в семье. Говорится по большим праздникам, чаще всего, молодоженам на свадьбу. Считалось, если такой шкаф в доме есть, значит, семья богатая и зажиточная. А Федорович очень любил дорогие и тракоценные вещи. Ну и опять же, конечно же, не очень сильно, можно потрогать вот эту резную часть. Ну а сейчас мы с вами находимся в бывшей Испании этого особняка. И тут тоже очень оригинальные лепнина. Можно увидеть лилии, розочки, бабочки. И вы не поверите, но лепнина на потолке в этой комнате восстановлена по воспоминаниям дочери Федора Ивановича. Марины и Марты, которые были здесь с отцом в 17-м году. С одной стороны, конечно же, понимаешь, что детские воспоминания самые яркие и шикарные. Но ведь с другой-то стороны, Марине была всего 5 лет, когда она здесь была, а Марфи всего 7. Ну, может быть, реально не настолько точно все это запомнили. Вообще, у Федоровича было 11 детей. Ну, правда, дружок. Первым у него была супруга молодая итальянка Иола Тарнаги, с которым он познакомился в частной тропе Савы Ивановича Мамонтова еще в Нижнем Новгороде. Она родила ему шестерых. У них было очень романтичное признание в любви. Так как она его не понимала, она не знала русский язык, а Федорович еще плохо говорил по-итальянски. Он утром неожиданно вышел на генеральные репетиции на сцену и громко на весь театр спел. Ланегин, я клянусь на шпаги, безумно я люблю Тарнаги, что, конечно же, покорило сердце молодого итальянка. У них родился сын Игорек, который, к сожалению, скончался в возрасте 4 лет. У них родилась дочка Ирина, дочка Лидия. У них родился еще один сын, сын Борис. Появились близнецы Татьяна и Федор, которых он любил до безумия, но все-таки он ушел с головой в работу. Он беспристрастно зарабатывал. И вот это вот, то, что он все время находился на гастролях, немножко подвижет к тому, что супруг друг другу охладели. Но тем более он все равно был очень популярный человек, за ним всегда следовала толпа поклонников и поклонниц. И вдруг одна из поклонниц, буквально очаровала Федор Ивановича, оказалась Мария Валентиновна Петисовна. Когда их друг другу представили в 1906 году, она молодая, с двумя малолетними детьми. Но все-таки она была его настолько преданной поклонницей, что он даже не заметил, как она ловкая, быстро стала организовать ее после концертный быт. И вскоре даже в нее влюбился, когда вдруг стал замечать, что ее нет на концерте, он сильно скучает. Он, конечно же, страшный, припугался, он не собирался изменять свои иоликами, тем более у него было пятеро детей. Но все-таки он понял, что жить не может без этой женщины. Он решил с ней серьезно поговорить. Но она вдруг ему сказала, Федор Иванович, если я вам не нравлюсь, скажите прямо, и так оно и будет. Я, конечно же, вас покину. И Федор Иванович вдруг понял, что не может быть без этой женщины. Он усыновил ее детей от первого брака с Эллу Эдуарда. Потом у них родилась совместная дочка Марфа, Марина. А в 1921 году родилась самая младшая из Шрепинах дочка Дайсия. У всех детей сложилась по-своему оригинальная и интересная жизнь. И всех он собрал с собой, кроме старшей дочки Ирины, в свою вынужденную эмиграцию в 1922 году. В театральную житель стену мы решили посвятить наиболее ярким и удивительным ролям Федора Ивановича. За всю свою сценическую карьеру он остановился выше 50 ролей. И они все настолько характерные, что многие, глядя на эти портреты, начинают сомневаться и не верить. Но неужели правда все это не тот же человек? Но ведь представьте себе, как гигант и метр девяносто шесть, он был очень высокого роста, значит весом свыше ста килограммов, мог превращаться в такого худощавого рыцаря печального образа. А все дело в том, что Шалякин был зачинателем современного выбранного грима. Он всегда гримировался сам и никому не позволял до себя дотрагиваться. И всегда тщательно продумывался выброс. Обратите внимание, как он мог это сделать. Он себе наклеил, сделал накладные щечки, которые затенил. Потом стреловитные усики, козлиную бородку. Нелепый холок на голове, а в глазах же изобразил саму невинность и доброту. И вот уже перед нами не казанский мужичок, крестьянин, как он себя называл, а благородных кровей Дон Кихот Ломанческий. Станислав, увидев Шалякином эту роль, воскликнул неправда, что для артиста самое главное лицо на сцене. Одна спина Шалякина в этом спектакле играет гораздо выразительнее лица многих известных артистов. А в роли народного героя Ивана Сусанина ему всего 27. Ну неужели в этом седом, умудренном жизнью старике, прожившем долгую и тяжелую жизнь, можно узнать молоденького юношу? За каждую мелочь был Сашалякином эту роль. Однажды ему принесли спектакль «Кафтаны с афьяновой сапожки». Ну Шалякин изумился, удивился, зато болногами не сказал, «Вы где-нибудь видели мужика с афьяновой сапожкой?» «Ну-ка, быстро мне лапки, иначе быть я вообще отказывающий». Ну, конечно же, вершиной творчества Федора Ивановича является роль царя Бориса Годунова, над которым он проработал всю свою жизнь. Он перечитал всего Пушкина, он перечитал всего Карамзина, он встречался с историком Ключевским. Он пытался до конца понять трагичность этой фигуры в нашей истории. Только Шалякин впервые в русской истории поднял вопрос, а может быть он никакой не убийца? Может, это все трагическое стечение обстоятельств? Впервые оперу Борис Генов оставили за рубежом в 1908 году. Знаменитые тягилевские сезоны в Париже. Но так получилось, что генеральные репетиции не успели довести декорации и костюмы. Ну, артистка это не смутила. Он сказал, «Вы все равно думаете, без декорации и костюмов». И ему резону возразили, «Как вы будете петь без декорации и костюмов? Они же ничего не поймут». Но Федорович усмахнулся и сказал, «Вот так вот и будем петь во фраке и штанах». «Это не мои проблемы, если они что-то не поймут». Он, правда, потом сам признавался, и не страшно рисковал. А вдруг вы правда ничего не получились? А вдруг вы правда ничего не поняли? Ведь русское искусство было опозорено на весь мир. Но все случилось как раз, наоборот. При первых тактах с Дмитрией сценой безумия, не знавшими слов по-русски французская публика, вдруг стала в ужасе ускакивать и пытаться заглянуть за кулисы. Им тоже чудился призрак невинно убиенного царевича Дмитрия. Давайте прослушаем эту вилогию. ЧТО 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 ЧТ Пусть у тебя! Не я! Не я! Нет! Не я! Он и народом! Пусть у него! Пусть у тебя! Пусть у тебя! И всегда от всех требовалось, чтобы декорации соответствовали эпохе и костюмы. Подлинный костюм царя Бориса, в котором выступал Федор Иванович, весил 27 килограммов. Был лишь от 18 тысячи настоящих драгоценных камней, настоящим жемчугом и настоящей золотой нитью. К сожалению, у нас не подлинник. Он не хранится в одном из частных музеев Лондона. У нас только копия. Я вас даже уверяю, даже вот эта копия весит килограмм 15, не меньше. Мы все следим часа выступления. Федор Иванович насил его легко, словно мантик. Ну и в заключительном зале бывшей прихожей этого особняка можно также увидеть прекрасную людьми, но на баталке, где можно увидеть также забавных ангелочков, которые держат театральный занавес. Но в прихожей нас встречает или, можно даже сказать, с нами прощается сам Федор Иванович Шаляпин. Картина народного художника СССР Николая Васильевича Овичкина под названием «Шаляпин в зеркале». Посмотрите, по замыслу художника он как будто только что сошел со сцены, разоблачил свою знаменитую роль и придирчиво глядывать себя в зеркало, но все-таки, если облить внимание на лицо артиста, оно еще тяжелое и сосредоточенное. Он еще не вышел из образа. Он уже и не царь Борис, но ведь еще и не Федор Шаляпин. Ну а поскольку дом купеческий, в дом купеческом бывает маленькая комнатка, обращенная на восток под названием «Молельня». Она восстановлена по воспоминаниям тех людей, которые посещали этот дом в 17-18 году. И все экспонаты здесь представлены, все дар нашли кисловодских церквей. «Молельня священа митрополитом Ставропольским и надикавказским дебилом». Памятник Шаляпина, который установлен у нас во дворе, изображает Шаляпина в очень необычном ракурсе. Он как будто пришел, отдыхает, облокатившись на скамейку, а в руки у него любимая собачка по кличке Булька, французский бульдог. Любовь к французским бульдогам упривил его первый учитель Дмитрий Андреевич Усатов. И у Федора Ивановича его в доме жило почти 30 штук, и всех звали Бульками. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...